Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас смотрит на нашем YouTube-канале. В эфире программа Политинформания, радиостанция «Народная волна Чикаго», самая популярная радиостанция на Среднем Западе США. Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Сегодня мы беседуем с украинским журналистом и общественным деятелем Дмитрием Гордоном. Дмитрий Ильич, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Это долгожданная наша очень встреча с вами. Дмитрий Ильич, мы знаем, что был долгий день и поздно, поэтому мы не хотели бы начинать уж очень серьезно с первого вопроса. Вот вы знаете, я и Геннадий, мы абсолютно люди независливые, но пару недель назад мы вам очень сильно позавидовали, потому что белорусский бальзам и украинский зефир – это очень вкусное сочетание. Поэтому у меня первый вопрос такой. Насколько вам понравился именно белорусский бальзам? И ваше первое впечатление от встречи с Александром Лукашенко? Можно ли это назвать интервью с вампиром? Что касается белорусского бальзама, все белорусское мне нравится. Я люблю белорусов, люблю Беларусь, и народ этот люблю. У меня старший сын на четверть белорус, поэтому я очень хорошо отношусь к белорусам и ко всему белорусскому. Что касается Александра Лукашенко, я не сказал бы, что моя встреча с ним была встречей с вампиром. Я встречался с ним до всех этих кровавых событий в Беларуси, до этого ужаса, который он натворил на своей земле. И я вам хочу сказать, что он произвел на меня очень хорошее впечатление. Он харизматичный, яркий, интересный, безусловно. Это человек, который является носителем огромного количества знаний об элите, в частности России. Это человек, который съел несколько собак на большой политике, очень хорошо разбирающийся в ней. Яркий, харизматичный, интересный. Кто же знал тогда, когда мы с ним делали это интервью за несколько дней до выборов, что пройдет несколько дней, и он такую кровавую баню устроит собственному народу? Ну, никто же не знал. Дмитрий Ильич, давайте теперь вернемся к самому главному, к самой главной новости, которая сегодня, вчера. Это визит президента Украины Владимира Зеленского в Америку. Он у нас здесь в гостях находится. Как вы считаете, какие первые итоги его разговоров с Джозефом Байденом, с министром обороны? И, насколько я знаю, он сегодня уже прибыл в Калифорнию, в такое райское место, в Лос-Анджелес. Как вы видите итоги его визита? Продолжающегося визита? Когда вы говорите «прибыл», я сразу вспоминаю, у нас в Черновцах еще в советское время был знаменитый импресарио, муж выдающейся еврейской певицы Сиди Таль, Фалик. Он был замдиректора Черновицкой филармонии. Когда он встречал артистов, ему говорили, что артисты прибыли. Он говорил, какие прибыли, одни убытки. Даст Бог, этого нельзя сказать о визите Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Итоги подводить рано, конечно. Надо еще подумать, посмотреть, осмыслить все. Для меня очень важен сам факт встречи Байдена и Зеленского в Белом доме, в овальном кабинете. Это свидетельство того, что Соединенные Штаты Америки серьезно относятся к Украине и видят в ней своего союзника. И я думаю, что сам факт этой встречи может быть даже важнее ее итогов. А с итогами надо повременить, надо все обдумать. Дмитрий Ильич, продолжая тему Владимира Зеленского. За прошедший год, как бы вы оценили, насколько его позиции усилились? Насколько он стал серьезней, более насыщенным президентом, если можно так сказать? Вы знаете, за последний год он сделал мощный рывок, я считаю. Он стал человеком, практически досконально разбирающимся в государстве, в государственной политике и межгосударственной политике. Что и неудивительно, он очень талантлив. И когда он шел на президентский пост, я говорил, что человек, который заработал миллионы долларов, десятки миллионов долларов своим трудом, своим талантом, который создал государство в государстве, а несколько тысячную компанию «Квартал 95», где занимались все производства художественных фильмов до мультипликации, такой человек априори не может не разобраться в государственном механизме. Ему для этого только нужно время и нужны люди, которые могут его в курс дела ввести. Видите, нашлось и то, и другое. Сегодня это опытный человек, который все понимает. Если не все, то очень многое. Он разобрался, он освоился на своем месте. Он стал делать более жесткие заявления, он стал делать меньше ошибок. И это, естественно, два года всего лишь на посту. Он человек без опыта политики, политической деятельности. Он пришел со сцены прямо в президентское кресло. То есть, это беспрецедентный факт вообще на постсоветском пространстве. Да и в Европе я что-то такого не припоминаю. Поэтому я считаю, что он в полном порядке. И от него в ближайшее время нужно ждать каких-то серьезных решений. Мне он нравится сегодня на своем посту. Дмитрий Ильич, в прошлом году, беседуя с многими украинскими экспертами, они говорили очень неприятно и ждали, когда сменится власть в США, когда в Белый дом придет Джозеф Байден. Им казалось, что Трамп недостаточно оказывает поддержку Украине. Сегодня, как мне кажется, ситуация выглядит не так, как хотелось бы тем людям, с которыми мы беседовали в прошлом году. Это были хорошие эксперты. Как вы видите, вот то, что было с Дональдом Трампом, и то, что сегодня с президентом... Ну, мы не особо называем Байдена президентом, потому что к нему много вопросов. Как вы видите отношение Байдена к Украине? Вы знаете, что мне нравится в Зеленском, в частности? То, что он понял, что не надо ждать помощи ниоткуда, ни из Европы, ни из Соединенных Штатов. И Европа, и Соединенные Штаты заняты собой, и это нормально и правильно. У них есть свои стратегические национальные интересы, и это правильно. Сидеть здесь, в Киеве, сложа руки, и уповать на западных партнеров – это самоубийство. И Владимир Зеленский это понял. Что касается... И он об этом говорит. Когда пришел Байден, я ожидал решительных шагов в сторону России. И когда Байден назвал Путина убийцей, я подумал, ну вот оно, наконец, началось. Но когда заработает скоро Северный поток-2, стратегически отвратительная история для Украины. Свидетельство победы большого бизнеса над здравым смыслом. Когда Соединенные Штаты оставляют талибам в Афганистане новейшее вооружение на сотни миллиардов долларов, а Украине не дают практически ничего. То есть, знаете, как я разговаривал с высокопоставленными американскими политиками, они говорили, ну, мы боимся, в частности, давать Украине оружие, потому что при количестве российской агентуры среди украинской власти, в армии, мы боимся, что это новейшее оружие окажется у русских. Ну, а талибану выдали оружие. И что оно оказалось у кого? У талибов. Не исключено, что завтра и у русских окажется. Поэтому вот эти двойные стандарты, меня они лично расстраивают. Мне очень жаль, что Соединенные Штаты Америки не до конца понимают, что происходит в Украине и как нужно помогать Украине по-настоящему. Видимо, боятся России, видимо, есть какие-то бизнес-связи. Я не могу ничего сказать про Соединенные Штаты, но когда, извините, федеральный канцлер Германии Шрёдер становится одним из руководителей в нефтегазовой структуре Российской Федерации, когда недавний еще премьер-министр Франции Фион возглавляет зарубеж нефть, когда целый ряд высокопоставленных европейцев, не стыдясь, не испытывая угрызений совести, продались за просто бабки, ну, это вызывает у меня чувство омерзения просто. Европа наступает снова на те же грабли, которые больно ударили ее в 1938 году и далее, вот до конца гитлеровского правления. Заигрывать с Путиным опасная история, опасная прежде всего для тех, кто с ним заигрывает. С ним надо разговаривать иначе, он понимает другой язык. Европа, к сожалению, и Соединенные Штаты этого не понимают. Дмитрий Ильич, одна из тем, которые обсуждали Джозеф Байден и Владимир Зеленский, это Украина и НАТО. Как вы видите, на ваш взгляд, когда можно ожидать вступления Украины в НАТО, ну, я имею в виду на перспективу, и насколько НАТО может поддержать Украину в отношениях с Россией? Вступление Украины в НАТО, вступление в Европейский Союз не стоит ожидать никогда, потому что его не будет. Мне очень понравилось интервью до буквально недавних дней президента Эстонии Калью Лайт, которую она напоследок дала здесь, в Украине. Она сказала очень важную вещь. Вы можете стать членами Евросоюза через лет 20, и то неизвестно ли это произойдет. Ну, хватит этой конфеткой вот так вот махать перед носом. Не собирается Европейский Союз принимать Украину. Не собирается НАТО принимать Украину. У Украины есть огромный ввоз неразрешенных проблем, в том числе территориальных. У Украины есть 30, по меньшей мере, миллионов людей, которые никак не нужны Европе. Поэтому, мое мнение следующее, нам не нужно уже стремиться ни в Европейский Союз, ни в НАТО, к сожалению. В НАТО еще можно было бы стремиться, но нас не хотят. Ну, мы же не ходим на день рождения к тому, кому хотим пойти, но кто нас не зовет. Ну, если мы придем, это будет выглядеть бестактно по меньшей степи, по меньшей мере. Вот, поэтому я считаю, что Украине нужно строить быстро мощную армию и мощную экономику. Впрочем, это все зависит друг от друга. Мощная армия появляется вследствие политической воли, с одной стороны, и мощной экономики, с другой стороны. Когда у нас будет мощная армия, с нами будут хотеть сесть за стол переговоров многие. Пока у нас нет мощной армии, разворовывают остатки ее в военное время, такие мародеры типа Порошенко и других. О чем мы можем говорить? Насколько я знаю, Дмитрий Ильич, и вы знаете, в начале 90-х все восточноевропейские страны находились точно в такой же ситуации и в экономике, и с армией. Однако их достаточно быстро приняли во все европейские структуры, поддержали. И вы считаете, что это чистое лицемерие, такое отношение бросовое к Украине? Смотрите, здесь есть два вопроса. Первый вопрос – это население этих стран. То есть, мы же понимаем, что одно дело Украина, самое большое население Украины в Восточной Европе. Сравните с Эстонией, 1,4 млн, например. Прекрасная страна, но 1,4 млн всего. Европа в состоянии это как-то перемолоть. А теперь смотрите по поводу второго – по поводу российского влияния. Ну, России нужно, чтобы Украина вступила в Евросоюз и НАТО, но это категорически невозможно. Поэтому Россия употребляет все свое влияние, в том числе через агентуру, которая находится… Агентура эта проникла в верхние слои руководства европейских стран. Мы же это понимаем, и Россия не жалеет на это денег. Я вам скажу больше. Многие европейские политики стоят в очереди, чтобы коррумпироваться от русских и получать денежку. Поэтому в этих условиях, конечно, Россия давит на своих партнеров, на свою агентуру, чтобы ни в коем случае Украина не вошла в НАТО и в Евросоюз. Ведь если Украина войдет официально в НАТО и в Евросоюз, ну, как россияне, как Путин будет объяснять своему населению, а что это происходит, а как он это допустил, он что, слабый, значит, проморгал и так далее. Да, 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 да. Продолжайте, Дмитрий Ильич. Да, я закончил. А, окей. Тогда давайте обсудим то, одну из очень важных вещей, которые были буквально пару недель назад. Это Крымская платформа. Вы знаете, меня удивило, когда на российских ток-шоу пропагандистских они как бы смеялись и говорили, что никто серьезно не приехал. Но на самом деле это была очень серьезная поддержка, насколько мы видели, несколько президентов, премьеров и людей достаточно политически тяжеловесных. Какие результаты Крымской платформы и какое будущее у нее? Вы знаете, что очень важно. В последнее время и в речах украинских политиков, и в речах европейских политиков, кстати, этого не скажешь об американцах, слово Крым практически исчезло из лексикона. Донбасс, демилитаризация Донбасса, возврат Донбасса и так далее. Донбасс звучал, Крым перестал практически звучать. Что означало то, что практически все смирились уже европейцы с тем, что в конце концов 7,5 лет там уже российского оружия полно, там переселенцев тьма. То есть, де-факто считали они Крым уже российским. И здесь надо отдать должное Владимиру Зеленскому, который громко поставил этот вопрос ребром, провел Крымскую платформу. Это, я считаю, один из его самых удачных внешнеполитических ходов за два года президентства. Не имеет значения большого, кто приехал. Приехали руководители и вторые, третьи лица там 46 государств. Это очень важно. И это не при всем уважении Бурундис, Вазеленды или Сота приехали. Это приехали 46 центровых государств, представители, начиная с президентами. Они заявили на весь мир, во всеуслышание, Крым это Украина. И никогда цивилизованный мир не смирится с тем, что российская военная машина и Россия вообще аннексировали территорию Украины, часть территории Украины. Поэтому для меня это очень важно. Я об этом всегда говорю. Никогда никто в Украине не смирится с тем, что Крым является, по мнению россиян, российским. Не будет этого никогда. Все равно, как миленькие, вернут то, что украли, положат на стол, извинятся, еще заплатят деньги за издевательство над Украиной в течение целого ряда лет. — Дмитрий Ильич, продолжая тему политических элит Украины, насколько они консолидированы, а есть ли оппозиционные партии, которые могли бы сотрудничать или сотрудничают с партией Владимира Зеленского? — В Украине, как таковой, нет оппозиции. Вообще, давайте начнем с того, что в Украине, как таковой, нет политической элиты. У нас этот класс, на мой взгляд, не существует. Просто это объясняется просто. В Советском Союзе в течение 70 с лишним лет шло истребление всего мыслящего, думающего, инакомыслящего. Это был геноцид собственного населения. И это была отрицательная селекция. И вообще, я считаю, Советский Союз страной, победившей отрицательной селекцией. Что не могло сказаться на Украине, потому что лучшие кадры из Украины традиционно отправлялись в Москву. Остальные ехали на Запад. И в результате, вот к 91-му году Украина осталась страной без элиты. Когда была правящая партия, представители которой открывали рот только по указанию из Москвы. В Москве была уже свободная такая, свободный обмен мнениями. В Москве всегда была элита, инакомыслящая даже элита в рамках дозволенных, тем не менее. Но, тем не менее, в Украине всегда все было очень ровно, стрижено. И даже когда появился народный рух, казалось бы, это все люди, которые, да, ничего подобного. На 90% лидеры народного руха Украины были агентами КГБ СССР. И поэтому, ну что можно было ждать от них? Почему я об этом говорю? Потому что об этом мне рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук. Это очень интересная история, на самом деле. Когда победил ГКЧП, это было ровно 30 лет назад. Простите, когда проиграл ГКЧП, победила свобода и демократия. Руководителей ГКЧП поместили за решетку. Среди них был председатель КГБ СССР Владимир Александрович Крючков. И на замену ему из Киева срочно выписали председателя КГБ Украинской ССР Николая Михайловича Галушка. Поздним вечером, накануне отъезда в Москву, Николай Михайлович Галушка пришел к Леониду Макаровичу Кравчуку и сказал, по инструкции, вам, как действующей власти, я должен передать нашу агентуру. Леонид Макарович сказал, я не хочу это видеть. Он говорит, я обязан. И положил ему список. А там было практически все руководство руха. Еще Леонид Макарович мне сказал, я потерял веру в человечество. Поэтому, вот вам украинская элита, она была насквозь продажна, коррумпирована. Она была и остается. Очень зависима от России во многом. И сегодня, ну что такое оппозиция? Порошенко, какая же это оппозиция? Это человек, который спит и видит вернуться во власть, чтобы дальше продолжать грабить страну, которую он рассматривает как дойную корову. Медведчук, ну какая же это оппозиция? Это российский кривред путинский. Просто пятая колонна. Человек, возглавляющий далеко не безвозмездно, будучи миллиардерами, имея бизнес в России, пятую колонну путинскую в Украине. Ну вот вам оппозиция. Это что, разве оппозиция идеологическая какая-то? Нет, хапуги. Дмитрий Ильич, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу и потом продолжим. Очень интересно. Не отключайтесь. Спасибо. Пожалуйста. Мы возвращаемся в программу политинформания «Радиостанция Народная волна Чикаго». И продолжаем беседу с украинским журналистом и общественным деятелем Дмитрием Гордоновым. Дмитрий Ильич, вы с нами? Да. Дмитрий Ильич, хотел бы поговорить с вами о Донбассе. Мне кажется, эта тема немножко тоже отошла на второй план. Как бы затишье такое. Но в каком контексте вопрос? В России через несколько недель будут выборы. И партия власти... В России будут выборы, да? Я не случайно переспросил, разве можно назвать этот фарс выборами? Это не выборы. Хорошо, давайте назовем действие какой-то власти, да, действие. Имитация, можно назвать имитация. И в этой имитации они хотят задействовать, значит, какое-то количество людей, живущих в Донбассе. Как вы вообще к этому всему относитесь? И что сегодня происходит на востоке Украины, именно в Донбассе? О гондонии. Давайте назовем так, как это часто называют люди. Я отношусь к этому как к давности. Я философ. Я понимаю, что... Я всегда философски отношусь к каким-то вещам. Я понимаю, что если тарелка стоит на столе, то она стоит на столе. В данном случае Российская Федерация раздает паспорта гражданам Украины на Донбассе. Я, кстати, не думаю, что раздано так много паспортов, как они заявляют. Потому что здесь есть двойной смысл в раздаче паспортов. Первое. Самое главное. Они хотят показать, что если будет угроза для русскоязычных и жителей Донбасса, и граждан Украины к тому же, то это просто развязывает Кремлю руки в том, чтобы войти на Донбасс военной силой. Это первое и самое главное. И второе. С помощью Донбасса и паспортов на Донбассе российских можно отыграть любые вопросы по выборам в Госдуму, в частности. Что и будет сделано, конечно же. Вы там представляете себе наблюдатели. Там вбросят столько, сколько надо. Сколько скажут, столько и вбросят. Сколько напечатают, столько и вбросят. Поэтому все это так мерзко, как все, что Кремль делает, все просто мерзко. И рожи их мерзкие, и действия их мерзкие, и объяснения их мерзкие, и сами они мерзкие. Вот если коротко. Дмитрий Ильич, в последнее время начинают часто говорить, в связи с тем, что Владимир Зеленский приехал в Америку, о встрече Зеленского и Путина. Зачем Владимиру Зеленскому, на мой взгляд, встречаться с Владимиром Путиным? Как вы думаете? Или это просто... Ну, я считаю, что это неправильно и не... Или это просто информационный вброс? Вы знаете, спустя несколько, два, наверное, три месяца после победы Владимира Зеленского на выборах, у нас была встреча, в ходе которой затронули вопрос о том, что он собирается встретиться с Путиным. Я высказал свою точку зрения, которая основывалась на том, что от встречи с Путиным ничего ведь не произойдет. Потому что, как сказал Леонид Данилович Кучма мне, я спросил, Леонид Данилович, мы часто с ним разговариваем, а чего зависит мир на Донбассе? Он сказал, от Господа Бога и от Владимира Путина. Но если бы Владимир Путин сидел за столом переговоров с равноценным партнером, я не имею в виду Зеленского, я имею в виду Украину, у которого было бы ядерное оружие, например, у которого была бы боеспособная мощная армия. Вот как он сидит за столом с Эрдоганом, например. Сидят равноценные партнеры. С Украиной не получается так. Поэтому, а что Путин, ну что он во время переговоров может сделать для Украины? Хорошего? Да ничего. Просто Владимир Александрович мне тогда сказал, вот я хочу ему посмотреть в глаза, вот я хочу с ним поговорить. То есть, давайте я вам без пересказа того, что он говорил, скажу так. Он, будучи таким обаятельным парнем, хотел просто сесть с Путиным и сказать, ну е-мое, ну в конце концов, ну два народа близких, ну что мы ерундой занимаемся, ну давайте уже устаканим что-то, давайте закроем эту страницу, перевернем ее и все. Ну что мы, войдем в историю, ну сколько может это продолжаться? Но Путин же не лыком шит, что ему эти разговоры? Он обаятельных видел много, он сам обаятельный. Поэтому у Путина все предельно просто. У него Донбасс это козырь в руках, козырная карта. Он все время говорит западным партнерам, как он их называет. Признайте Крым, мы выйдем из Донбасса, но на наших условиях. То есть, сначала выборы на оккупированной территории Донбасса, потом возврат к границам. А что это означает? Как можно провести выборы на оккупированной территории? Я могу приехать на оккупированную территорию сейчас, например, и сказать, голосуйте там за Зеленского или за Смешко, за кого угодно. Нет, до меня там, я не знаю, что сделать со мной. Поэтому это все туфта, говоря простыми словами. Вот он держит эту козырную карту и говорит Западу, я уйду, но Крым признаем за Россию и санкции снимаем. О чем говорить с Путиным? О чем? Что ему смотреть в глаза? Что там можно нового увидеть? Дмитрий Ильич, вы часто выступаете в эфирах Эхо Москвы. Недавно произошел достаточно серьезный скандал, непонимание, может быть. Андрея Иларионова. Хочу сказать, что это наш добрый знакомый нашей радиостанции. Мы с ним беседовали. Очень культурный, интересный, интеллигентный человек, особенно в беседе. Не могу с вами не согласиться. Можете не согласиться, да? Нет, не могу с вами не согласиться. Хорошо, хорошо. Да, да, меня это немножко удивило. Я очень люблю Андрея Николаевича, мы дружим с ним, замечательный человек. Вот, Андрей Николаевич был несколько раз в эфире нашей радиостанции, и мы были очень так довольны, что мы могли с ним побеседовать. Но произошел скандал на Эхо Москвы с Алексеем Венедиктовым. Как мне кажется, Венедиктов допустил не... Хамское отношение... Хамское, да, да, хамское отношение к эксперту, к Андрею Иларионову. Вообще, ваше отношение вот к этой ситуации и вообще к Эхо Москвы. Я понимаю, что вы там выступаете, и, может быть, даже ваши комментарии будут достаточно так осторожные, но все-таки. Смотрите, я всегда говорю то, что думаю, где бы я ни выступал и что бы я ни говорил. Я всегда говорю то, что думаю, и на этом стою. Поэтому и здесь я вам скажу без всяких дипломатических ужимок. Значит, я считаю, что радиостанция Эхо Москвы делает замечательное дело, давая трибуну, давая возможность высказаться людям, которые мыслят иначе, чем кремлевский режим. Как это удается Алексею Алексеевичу, я не знаю, но это ему удается. И за это честь ему и хвала. Я много раз выступал на радиостанции Эхо Москвы. Ни разу, никогда я не подвергался цензуре. Да, были такие ведущие, которые просто ватники конченые, но это их право. А мое право сказать им, что они ватники конченые, что я и говорил. Поэтому это нормальная история. Что касается ситуации с Алексеем Венедиктовым и Андреем Миларионовым, я вам скажу, что на самом деле, как человек, который много лет отработал в шоу-бизнесе, лучше ничего и не придумаешь. Эта ситуация привлекла внимание и к Алексею Венедиктову, и к Андрею Иларионову еще больше. Потому что, видите, мы говорим об этом скандале. На мой взгляд, все это произошло потому, что, мне кажется, между Алексеем Алексеевичем и Андреем Николаевичем какие-то глубокие личные неприязненные отношения. Как в фильме «Мимино» говорил Фрунзик Макричан, глубокая неприязнь. Поэтому в результате этих, наверное, подспутных чувств стала, возможно, такая ситуация. Но я не вижу здесь никакой трагедии. Это нормальная история. Опять-таки, она пошла в плюс и Андрею Николаевичу, и Алексею Алексеевичу. О них больше говорят. А, Дмитрий Ильич, вот до перерыва, да, в первой части нашей беседы, вы как бы сделали такую оговорку по Фрейду по поводу ГКЧП, что оно победило. Да, потом вы поправились и сказали, что, значит, они проиграли. Но я думаю, что оно... Я сказал так. Оно победило спустя 9 лет. Да, я думаю, что в России оно победило, и сейчас, как говорится, они в этом фаворе. Но вот у меня такой вопрос. Вы знаете, сейчас вот самый популярный вид спорта в России начинается, он становится очень популярным, называется скоростное переобувание. То есть там уже есть свои как бы лидеры. Там и Делягин, и Максим Шевченко, и вот Андрей Караулов. Ну, допустим, Андрей Норкин, он такой ленивый спортсмен, он такой осторожный спортсмен. Допустим, времена поменяются. Они всегда меняются, времена поменяются. Вы поедете в Италию, и вдруг там встретите, я думаю, чемпиона по этому виду спорта, когда все поменяется, Владимира Соловьева. Что бы вы ему сказали? Честно, не знаю. Встречу что-то скажу. Дело в том, что я думаю, что когда Путин уйдет или его уберут, первым будет радоваться на канале «Россия-1» именно Владимир Соловьев. Затем к нему присоединятся Скобеева и Попов, Симоньян, Норкин и вся эта Камарилья. Это все люди. Еще такой есть Киасаян. И Бабаян. Это вообще беда армянского народа, великого армянского народа. Беда просто. Потому что человек, сын такого отца, который снял такое кино прекрасное. Сам Киасаян снял неплохие фильмы, между прочим. «Заяц над бездной» замечательный фильм был. Что он несет своим помойным ртом? Причем он же претендует на юмор. У него там пилорама или какая-то программа на НТВ. Где он несет такую пургу, накладывает смех на это. И я думаю, это смешно было. Что это было? Это смешно или что это? И он с таким видом победителя, что вот он сказал хорошую шутку. Это все уроды, негодяи. Это все российский информационный спецназ, который лично каждый из них виноват в крови украинцев. Которые защищали свою страну, свою землю, свою родину. У себя, на своей территории погибали от пуль наемников. И от пуль российских регулярных частей. А эти ребята российские, обдолбанные, тупые, обдолбанные пропагандой этих вот Соловьевых, Скобеевых и прочих негодяев, они шли убивать украинцев. Какой кошмар. Они никогда не уйдут от наказания. Они будут наказаны. Дмитрий Ильич, в связи с этим вы, наверное, их встретите в майке, где написано «Я тебе кадык вырву», да? Вы знаете, не майка определяет... Ну, это в шуточном плане. Майка – это шутка, на самом деле. Вы знаете, я бы хотел встретить Соловьева, если честно. Я бы в его глаза хотел посмотреть, перед тем, как в них плюнуть. Дмитрий Ильич, 11 сентября исполняется не только 20 лет трагическим событиям в США, в Нью-Йорке, но и мало кто знает, что 11 сентября исполняется 50 лет со дня смерти неоднозначного государственного деятеля Никиты Сергеевича Хрущева. Никита Сергеевич имеет прямое отношение к Украине. Какое ваше отношение к нему, к его деятельности в Украине? И что вы думаете по этому поводу? Вы знаете, я много изучал деятельность Никиты Сергеевича Хрущева, как и других вождей и революции советской страны, партии, КПСС и так далее. Я глубоко в этой теме. Кроме того, скажу вам честно, я имел три больших интервью с Сергеем Никитичем Хрущевым, когда он жил. Первый раз я приехал к нему в Соединенные Штаты Америки. Он преподавал в Брауновском университете. Он жил между Бостоном и Нью-Йорком. Я с ним сделал многочасовое интервью. Потом он в Киев прилетел, потом мы по скайпу говорили. Я читал и воспоминания Никиты Сергеевича, которые он диктовал Сергею Никитичу. И воспоминания Сергея Никитича, и многие другие документы. Я вам могу сказать так. Никита Сергеевич Хрущев был плоть от плоти всей этой сталинской жуткой репрессивной машины. Его подписи точно так же стоят под сотнями тысячами расстрельных документов. И репрессиями в Украине руководил именно он, будучи первым секретарем ЦК Кумпартии Украины. Он несет ответственность такую же, как несут и другие члены сталинского политбюро, которые подписывали, подмахивали резолюции. А ведь Сталин повязывал их всех кровью. И они все подписывали. И они писали еще, мне Горбачев об этом рассказывал, расстрелять, как бешеных собак писали. И убить суку, и бляди собачья смерть и так далее. Они все это писали. Это все хранится до сих пор в архивах. Кстати, Никита Сергеевич очень тщательно подчистил архивы в свое время. Вы знаете, произошла ситуация очень простая на самом деле. Иосиф Виссарионович, стареющий, который страдал паранойей, ему мерещились везде кошмары. Сначала он вычистил Ленинскую гвардию, которая знала о нем все в 1937-1939 годах. Потом в 1949-1951 он вычистил тех, кто мог потенциально его заменить. Так возникло знаменитое Ленинградское дело, Вознесенский, Кузнецов и так далее. А потом, к 1952 году он созрел на следующую чистку. И там уже не поздоровилось бы Берии, Молотова. Он Молотова прямо назвал шпионом американским. Микояну, Хрущеву, Булганину и так далее. Потому что подросли молодые уже Суслов, Первухин, Сабуров, Брежнев уже где-то на подходе был и так далее. И тогда просто-напросто Сталина решили убрать. Покойный Эдуард Амбросич Шеварднадзе, уже ушедший с поста президента Грузии, принимал меня у себя под Тбилиси, в Крцаниси, в своем доме. И он вдруг мне рассказал потрясающую историю, как Сталин приехал в конце 1952 года на дачу в Грузию, к себе позвал своих грузинских друзей, среди которых был знаменитый актер Акаки Харава. Там их было два. Поманил их пальцем в ванную, включил воду и сказал Лаврентию, скоро конец, только никому. Шеварднадзе говорит, ну как грузинам можно сказать только никому. Скоро об этом знали все. И в результате эта четверка, Берия, Хрущев, Булганин и Маленков, они поняли, что или им придет конец, или конец должен прийти тирану. Конец пришел тирану. Двое суток не оказывали помощь, мы это все хорошо знаем, что там было. Эдвард Ордзинский, опросивший одного из охранников, Лозгачева, по-моему, фамилия, Эдвард Станиславович, может это лучше рассказать, он мне рассказывал об этом, охранников Сталина, он сказал, что, ну все же показывали на то, что Сталин сказал охране, вы идите, я буду спать, меня охранять не надо. И Ордзинский спрашивает у единственного выжившего, а кому он это сказал? Вам? Он говорит, да нет, он нам никогда такого сказать не мог, начальнику охраны, товарищу Хрусталеву. А товарищ Хрусталев через месяц после смерти Сталина внезапно умер. То есть, это было устранение, конечно же, Сталина, который должен был устранить их. А дальше борьба за власть, и дальше Хрущев совершил самый важный поступок в своей жизни. Он объявил реабилитацию незаконно пострадавших людей, с ним связана оттепель, ну и, конечно, строительство Хрущевок. Эти три события, конечно, они обеляют его. Он тоже был убийцей, таким же, как все они. Он был по шею в крови стоял. Но то, что он нашел в себе мужество объявить об этом на 20-м съезде. Причем, давайте скажем так, он же об этом объявлял, спасая себя. Потому что все равно возвращались репрессированные. Все равно они бы пришли к руководству партии и сказали, за что вы с нами это совершили, за что вы убились только народу. Поэтому он возглавил борьбу как бы с самим собой. Дмитрий Ильич, вы очень много лет дружили с великим певцом Иосифом Кобзоном. Великий певец и очень, как сказать, непростой человек. Последние годы его жизни, к сожалению, он поддерживал то, что поддерживать, на наш взгляд, было нельзя, имея в виду оккупацию Востока Украины. Пару слов о Иосифе Кобзоне. Как говорится, на днях исполнилось 3 года, как он ушел. 30 августа 2018 года он скончался. И 11, кстати, сентября будет день рождения Иосифа Давыдовича. Он 37 года ему бы исполнилось 84 года. Пару слов. Иосиф Кобзон – великий певец и великий человек. Он замечательный друг, с которым у меня связано множество личного, незабываемого. Слушайте, он… С 86 года мы дружили. Множество дней рождений моих. Он был у меня тамадой. Множество дней рождения его, Нелли Михайловны, годовщины свадьбы. Все связано это. Огромное количество встреч. Он очень часто приезжал в Киев. По традиции я его всегда встречал и провожал. Огромное количество совместных проектов. И записи дисков, и интервью. И он приезжал на праздники разные к нам часто. Он, в конце концов, крестил мою старшую дочь. Не старшую, а среднюю дочь. То есть, да много чего. Он родной человек был для меня. Что касается его отношения к событиям в Украине и, в частности, на Донбассе. Я вам скажу коротко. 11 лет Иосиф Давыдович боролся с тяжелейшим онкологическим заболеванием. Он постоянно принимал химиотерапию. Он мужественно превозмогал боль постоянно. Бывали случаи, когда он приезжал ко мне после химии на третий день. Бывали случаи, когда он однажды сломал себе, упал в ванной. Сейчас об этом можно говорить. Сломал ребра и прилетел ко мне на праздник. И вышел петь в корсете со сломанными ребрами. Это был мужественный человек. Я повторяю, он 11 лет боролся с онкологическим заболеванием тяжелейшим. И это наложило отпечаток и на его мировосприятие, и на его понимание каких-то процессов. Когда это все стало происходить, мы с ним отчаянно спорили. Мы встречались на нейтральной территории, на Кипре, в турецком, причем его не пускали уже на Кипр греческий. В Ереване, в Тель-Авив. Мы к нему последний раз поехали в Тель-Авив уже перед смертью. В Тель-Авиве мы уже не спорили ни о чем. Это уже было бессмысленно. И я его очень любил. И он очень любил меня. Вы знаете, бывает в семье муж за белых, а жена за красных. И что им теперь делать? Поэтому они принципиально не разговаривают о политике. Вот начиная с Тель-Авива, мы с ним о политике не говорили. Я повторяю, он был выдающимся человеком глыбой, человеком слова, человеком дела, человеком чести. Я его очень люблю, любил и продолжаю любить. Дмитрий Ильич, время очень быстро идет. С вами всегда так очень быстро как-то. Последний вопрос. У нас несколько недель назад в эфире был известный историк моды Александр Васильев. Человек очень интересный. В этом смысле вопрос. Ваша супруга, Олеся Бацман, считается одной из самых красивых и стильных женщин Украины. А чем украинки вообще отличаются от других европейских женщин? Вы знаете, Украина уникальная страна в том, что здесь пересеклось огромное количество разных национальностей. Вот смотрите, у Олеси крови. По папе еврейская кровь полностью. По маме часть еврейской, часть русской, часть украинской и часть татарской. Вот вам один пример. Идешь по Одессе, греки, румыны, болгары, русские, украинцы, евреи, гагаузы, все перемешалось, коктейль такой. Вот этот коктейль всегда дает красоту. А когда застой крови, мы знаем такие мононациональные страны, где вот только одна национальность. Вот это всегда плохо. Надо взбадривать немножко крови. Дмитрий Ильич, у нас еще две минуты, и нельзя не вспомнить о сборной Украины на чемпионате Европы по футболу. Мы болели за сборную Украины. Мы считаем выступление этой команды Андрея Шевченко достаточно удачным, очень хорошим, очень интересным. И, ну, можно сказать, может быть, не повезло чуть-чуть с опытом. Я передам, что вы сказали. Да, и вот ваше мнение об Андрея Шевченко. Жалко, что он ушел с поста главного тренера. Мы виделись с ним недавно, буквально недели-полторы-две назад. Мы не обсуждали, почему он ушел. Но он замечательный, он выдающийся футболист. Он замечательный человек. Он такой фанат футбола. Он живет этим. Понимаете, я люблю людей, которые живут своей работой, своей профессией. Вот он такой. Он герой. Его обожают в Украине. Да его везде обожают. Вот. Замечательный парень. И я думаю, что впереди его ждут большие успехи на тренерском поприще. Потому что он, кроме того, что понимает футбол, он еще умеет найти контакт с игроками. Он умеет психологически с ними справляться. Это крайне важно для тренера. И мы завершаем нашу передачу. Хочу сказать и поблагодарить вас за это интервью. Особую благодарность вашей супруге Олесе, которая помогает нам в этом интервью. И пожелать вам самое главное здоровья, удачи во всем вашей деятельности. И мы всегда ждем вас в эфире нашей радиостанции. Дмитрий Ильич, я еще хочу добавить, что когда закончится пандемия, да, и все, как говорится, вернется на круги своя, мы вас и Олесю Леонидовну ждем в гости. И всегда вам очень-очень рады. Спасибо за это интервью. Все, что вы сказали, абсолютно взаимно. Я вам очень благодарен. С вами всегда интересно говорить, потому что у вас понимающие глаза. И вообще вы замечательные. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего самого лучшего. Всего хорошего. Берегите себя. Спасибо.